Здравствуйте! Сегодняшнее видео будет посвящено таким вопросам, как бытовой травматизм и первая медицинская помощь в той ситуации, когда с ребенком что-то произошло. Очень важно знать данную тему родителям для того, чтобы не растеряться в опасной ситуации или в ситуации, когда ребенок получил какую-либо травму. Ведь даже при создании для ребенка максимально безопасной и благоприятной среды, ребенок все равно найдет, куда можно залезть, откуда упасть и лучше быть заранее готовым к этому. Первым пунктом я бы хотела обсудить такие травмы, как ушибы. Ушиб это травматизация мягких тканей без повреждения целостности кожи. Когда ребенок ушибся, в первую очередь необходимо осмотреть место ушиба, приложить холодный компресс и при нарастании отека, либо если у ребенка слишком покраснело место ушиба или вызывает у вас беспокойство, необходимо посетить лечебно-профилактическое учреждение и показать ребенка врачу. Также важно знать, что при гематомах, синяках наносить какие-либо средства для их уменьшения можно только с третьих суток. Вторым пунктом я бы хотела обсудить с вами ссадины. Ссадины, по сути это тот же самый ушиб, но с нарушением целостности кожных покровов и с возникновением кровотечения. Первой медицинской помощи в данной ситуации будет это промыть рану ребенка простой проточной водой, возможность использования мыльных растворов, либо просто мыла, если ребенок позволяет это сделать. Это необходимо для того, чтобы удалить из раны грязь и возможные болезнетворные микроорганизмы, которые в нее попали. После этого на зону ссадины наносится стерильный компресс. Вокруг раны, там где нет повреждения целостности кожи, можно нанести спиртовые антисептики, такие как зеленку, и после этого накладывать стерильный компресс, и конечность ребенка или место ушиба необходимо оставить в покое. Третьим пунктом я бы хотела обсудить с вами такой вид травматизма, как кровотечение. Они могут быть как незначительные при небольшом порезе ребенка, царапине, или могут быть сильными и обширными, когда ребенок слишком глубоко порезался или задел какой-то более крупный сосуд, чем капилляр. Если у ребенка незначительное кровотечение, кровь светло-алого цвета, то данную царапину, данный порез необходимо обработать, хорошо промыть и наложить стерильный компресс. Далее необходимо проверять. Если компресс промокает в течение трех и более часов, необходимо показать ребенка врачу. Сложнее и опаснее обстоит ситуация в том случае, когда у ребенка происходит обильное кровотечение. Это свидетельство о том, что возможно поврежден более крупный сосуд. Ребенку при таком обильном кровотечении необходимо срочно наложить давящую повязку и показать ребенка доктору. Также считаю немаловажным обсудить такую тему, как ушиб, удар и в целом травматизация головы у ребенка. Важно знать, что у ребенка на первом году жизни голова это самая тяжелая часть тела. И поэтому в основном все удары и ушибы приходятся именно на голову. Ребенок бежит, падает, ударяется головой. С возвышенной поверхности, если ребенок падает, то первый на землю прилетит голова. Поэтому очень важно, во-первых, профилактировать, постоянно наблюдать за ребенком и не оставлять ребенка на возвышенных поверхностях, где вы не можете за ним наблюдать или уследить. Всегда на приемах говорю мамам о том, что если есть необходимость оставить ребенка и присмотреть за ним некому, то ребенка грудного возраста можно расположить просто на полу на какое-то время. Возможно, это не столь гуманно по отношению ребенка, но зато безопасно в плане травматизации. Итак, если же все-таки произошел удар или ушиб головой, в первую очередь необходимо оценить место удара. Если падение было мягким и на месте ушиба нет никакой ссадины, ребенок не напугался, ребенок спокоен, то первая медицинская помощь сводится к тому, что мы просто наблюдаем за ребенком. Если нет никаких изменений в поведении в течение трех дней, то значит для ребенка данное падение прошло без каких-либо дальнейших последствий и осложнений. Если же у ребенка произошло нарушение сознания, возникла рвота или на месте ушиба образовался большой синяк или шишка, то ребенка с таким повреждением необходимо доставить в лечебно-профилактическое учреждение, где его осмотрит травматолог и при необходимости сделает ему компьютерную томографию, для того, чтобы посмотреть, не произошло ли какого-либо нарушения или более глубокого удара головного мозга у ребенка. Также одним из очень серьезных повреждений является нарушение конфигурации в суставе, то есть когда у ребенка случается вывих или подвывих. Причиной может быть падение с высоты, неудачный прыжок ребенка, какие-либо небезопасные снаряды на игровой площадке для ребенка, а также такие любимые развлечения с детьми, когда их поднимают за ручки, подбрасывают. То есть нужно, во-первых, быть очень аккуратным и внимательным с ребенком. Во-вторых, если произошло смещение в суставной сумке, которая выражается болью ребенка, о которой он вам сообщит гримасы или плачем, необходимо осмотреть место повреждения. Также заподозрить такое смещение вы можете, если ребенок внезапно начинает щадить руку или ногу и не дает к ней прикасаться. Ребенка в данном случае также следует показать специалисту для того, чтобы оценить все же, что произошло в суставе и ни в коем случае никогда не пытаться вправлять вывих или подвывих дома самостоятельно, так как вы можете еще сильнее навредить ребенку. Также одной из проблем, с которой можно столкнуться, это переломы. Они бывают открытыми или закрытыми. И если с открытыми переломами все ясно, ребенка с открытым переломом нужно как можно скорее иммобилизировать конечность, в которой произошел перелом, и доставить лечебно-профилактическое учреждение, то для того, чтобы определить закрытый перелом, необходимо знать, какие признаки о нем свидетельствуют. Закрытый перелом характерен сильной болезненностью, также нарушением и деформацией конечности, и также ребенок будет щадить конечности, не давать к ней прикасаться. В данной ситуации также единственным правильным решением будет посетить детскую больницу и показать ребенка хирургу-травматологу. Еще одной обширной проблемой в детском возрасте являются ожоги. Ожоги подразделяются на 4 степени, где первое это незначительное покраснение, а четвертое это очень глубокий ожог, который в дальнейшем характеризуется омертвлением многих слоев кожи. Первая медицинская помощь при любом ожоге дома сводится к тому, чтобы обожженное место подставить под струю холодной воды, но ни в коем случае не ледяной, так как, во-первых, это принесет дискомфорт ребенку. Ледяная вода не дает большего эффекта, чем просто холодная вода, и ребенок не сможет под струю ледяной воды держать обожженное место, сколько необходимо. Время, которое ребенок должен выдержать, примерно 15-20 минут. Холодная вода очень хорошо помогает снять болевые ощущения, а также она не позволяет распространяться ожогу вглубь кожи. При появлении пузырей на месте ожога ни в коем случае нельзя их прокалывать для того, чтобы не допустить инфицирования. Если появились пузыри на месте ожога, необходимо наложить стерильную повязку и также ребенка доставить в лечебно-профилактическое учреждение для того, чтобы его осмотрел доктор и решил дальнейшую тактику лечения данного повреждения. Еще одной большой группой бытового травматизма являются бытовые отравления, когда в зоне доступа у ребенка находятся такие опасные вещества, как различные моющие средства для ванны, моющие средства для посуды, уксус. Во-первых, эту проблему каждый взрослый в состоянии спрофилактировать. То есть мы все взрослые люди понимаем, что мы можем убрать подальше эти опасные химические вещества для того, чтобы ребенок не вылил их на себя или, не дай бог, не выпил. Но если произошла такая ситуация, здесь очень важна скорость и родитель должен понимать, что он не должен предаваться панике, так как это отвлекает его от четких действий. Действия должны быть следующими. Необходимо немедленно вызвать скорую помощь. После этого ребенку нужно очистить ротовую полость смоченной в воде марлевой салфеткой. Также очень важно понимать, что нельзя давать ребенку пить молоко, потому что это усугубляет химический ожог и нельзя вызывать рвоту, так как рвота химическим веществом, которое проглотил ребенок, может вызвать повторный ожог, слизистый, что также ухудшит состояние ребенка. До приезда скорой помощи необходимо давать ребенку прохладное питье мелкими глотками. В идеале это должна быть чистая вода. Также вы можете дать ребенку любой сорбент, это может быть полисорб, энтеросгель или смекта. Но нужно очень четко знать, как ребенок реагирует на тот или иной препарат для того, чтобы не вызвать этим препаратом, приемом его внутрь рвоту у ребенка. Так как я говорила выше, это может еще больше усугубить состояние малыша. Если данное видео было вам полезно и актуально, ставьте лайк, подписывайтесь на канал фонда, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующего видео. До встречи!